Организацию курортно-санаторного лечения детей и обеспечения их техническими средствами реабилитации обсудили на встрече детский амбудсмен Римма Галушина и управляющий региональным отделением Фонда социального страхования Алексей Чупров. В рамках совещания состоялось подписание соглашения о сотрудничестве сторон. На сегодняшний день в очереди на курортно-санаторное лечение в округе состоят 22 ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Планируется, что этим летом они пройдут оздоровление на Черноморском побережье Краснодарского края. На этот год мы запланировали отправить их в санаторий, постарались подойти так, чтобы дети в этот период находились на учебе. То есть запланировали два периода, это июнь месяц и август месяц. Финансирование на этот год на санаторно-курортное лечение и на проезд к санаторно-курортному лечению обратно нам доведен. То есть на сегодняшний день у нас подготовлена техническая документация и мы проведем торги в рамках 44-го закона, определим санаторий, который примет наших детей и отправим их на лечение. По словам Алексея Чупрова, в текущем году на проживание и лечение в сутки на одного ребенка предусмотрено 1192 рубля. Расходы на лечение в санатории и проезд к месту отдыха и обратно покрываются из федерального бюджета. Сложнее обстоят дела с обеспечением детей-инвалидов техническими средствами реабилитации. С этой проблемой родители уже обращались к детскому омбудсмену. По санаторно-курортному лечению у меня в 2017 году не было вопросов. Хотя, несмотря на то, что мы говорили, что по фонду соцстраха у нас не было в том году, не выезжали дети. Но у нас, надо сказать, что у нас есть еще поддержка на региональном уровне, в отличие от многих других субъектов. И поэтому этот вопрос, в принципе, решается. А что касается обеспечения техническими средствами реабилитации, да, вопросы были, и обращения были. Ну и прежде всего, это, конечно, тот вопрос, который мы сегодня очень подробно обсудили, это вопрос обеспечения слуховыми аппаратами. Дорогостоящие слуховые аппараты родителям приходится приобретать за собственные средства. Фонд социального страхования компенсирует только часть суммы. Если даже они покупают его, да, мы в пределах 8 тысяч компенсируем. 2015, по-моему, идет еще от соцзащиты. То есть они справку, мы им предоставляем, они там подают. Нет в регионе и специалиста, который бы настраивал слуховые аппараты. То есть мы заключаем по торгам контракт с тем, кто выиграл, кто готов нам поставить эти аппараты, да, в соответствии с заявками. Эти аппараты надо выдать инвалиду и индивидуально каждому настроить. Здесь, конечно, нужен специалист. Но на сегодняшний день, наверное, проблема у нас с цифровыми аппаратами, да, с настройкой этих аппаратов. Здесь, наверное, сложности. Но я думаю, что эти вопросы мы постараемся решить, мы их озвучим в Департаменте здравоохранения. В рамках сегодняшнего совещания уполномоченные по правам ребенка в Ненецком округе и управляющие региональным отделением Фонда социального страхования подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает взаимодействие сторон в решении проблем, связанных с обеспечением детей-инвалидов техническими средствами реабилитации и организации курортно-санаторного лечения. Ирина Нежалова, Антон Водряков, Телеканал Север.